Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как звучит ваш голос и как слышат и воспринимают вас другие люди? А хотели бы знать? С вами Елена Литвиненко, тренер по ораторскому мастерству, развитию выразительной речи и голоса. И давайте сегодня на эту тему поговорим. Вы знакомитесь с людьми. В миру, как говорится, встречают по одежке. А как же происходит это в большой стране интернет? Примерно так же. В первую очередь человек обращает внимание на ваш аватар, скажем, там, красивое фото, сделанное где-нибудь у мастера, и заинтересовывается какими-то вашими текстами. Но на сегодняшний день, как говорят интернет-маркетологи, этого слишком мало для того, чтобы удержать людей, которые заинтересовались вашей персоной. Что нужно? Естественно, что вы видите, что семимильными шагами набирают обороты медиа-контент. А это означает видеоуроки, видеовыступления, прямые эфиры, вебинары и так далее. Тут вступает, как говорится, в игру ваш голос и речь. И что же в первую очередь бывает стопором, тормозом, который останавливает людей? Давайте подумаем на эту тему. Я выделила три таких проблемки и недостатка, которые, мне кажется, наиболее часто встречающимися. Если вы согласны со мной, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Скажите, когда вы склонны поискать другое видео, либо другого специалиста по данному вопросу, если вам не нравится, как он излагает свои мысли, как он говорит? Первое. Если человек говорит очень тихо. Многие люди не пользуются выносными микрофонами, а собственной силы голоса, громкости не хватает для того, чтобы он долетел до встроенного микрофона в веб- или видеокамеру. Вторая проблемка. Это тон и, я бы сказала, темп речи. Многие дамы любят вести свои вебинары, прямые эфиры, используя малую энергетику речи, медленный темп и долго-долго подъезжают к какой-нибудь теме. Это, скажем так, не для меня. Ну, возможно, вам это нравится, но более энергичный темп, более привлекателен, не так ли? Особенно в нынешние времена. И третье. Это невнятная артикуляция. У людей часто плохо развит артикуляционный аппарат, и они как бы мало-плохо открывают рот. Говорят часто быстро, но почти непонятно. Где-то, 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 и очень плохо понятно, как ниже, что они говорят в конце концов. И в этот момент, когда вы смотрите какой-либо видеоурок с закадровым текстом, в определенный момент, когда нужно что-то сделать в программе или сервисе, вы просто не можете разобрать, что же сказал автор. И это очень досадно и нервирует, не так ли? Однако, как вы понимаете, все это можно исправить. Нужно только уделить этому время, внимание и приложить немножко усилий. И я буду очень рада видеть вас на своем обучении, поскольку я тренер именно по развитию голоса и выразительной речи. Из-за сим позвольте откланяться. До встречи в эфире. С вами была Елена Литвиненко.